Я думаю, что целенаправленное мышление ощущается буквально на физическом уровне. Это прямо физическое ощущение, как будто бы у тебя внутри головы какие-то колесики крутятся, и ты слышишь их гул и стук. Мы этого добиваемся в рамках… У нас на Академии смысла есть ступень вторая, она называется «Чертоги разума». Она как раз посвящена тому, чтобы человек смог физически ощутить, как у него работает мышление. Для этого, конечно, нас надо поставить в определенные обстоятельства. Но, понимаете, когда, например, вы находитесь в конфликте, например, кто-то вам изменил или какая-то очень другая случая с драматической ситуацией, вы внутри головы как будто бы по-настоящему ведете разговоры, ссоры и так далее. У вас внутри головы происходит целое действие. Как он мог, как она могла. Это же физически ощущающееся состояние. И при этом вы используете те же расчетные мощности мозга, которые вы используете при решении интеллектуальных задач. Когда вам нужно придумать какой-то проект, а вам нужно организовать людей и создать из них такую эффективную комбинацию, которая будет работать в команде. Или когда вам нужно спрогнозировать развитие ситуации для того, чтобы предпринять какие-то меры наперед. Это вот ровно та же самая история. Те же самые сервера мозга работают и на экранизацию драмы, связанной с изменой, предательством и болью. И те же самые сервера работают для того, чтобы рассчитать любую практически важную для вас вещь. Но здесь же вы это физически ощущаете, и здесь вы это тоже физически ощущаете. Но я когда нахожусь в этой задумчивости, в целом я удивительным образом сохраняю способность ориентироваться по местности. Но я улыбаюсь, когда мне что-то говорят, еще что-то. Но потом выясняется, что я просто... Ну, я просто, как это, сработали все автоматизмы приличного слушания, но я не слышал, не ответил и так далее. Почему? Потому что у меня физически там как бы интеллектуальные объекты взорваны моей задачностью, взлетели вверх, зависли и пытаются сложиться, чтобы упасть на землю не вот этим вот каким-то, а уже таким пульсирующим мечом, который бахнет, отскочит, и дальше, может быть, с этим что-то делать практическое. Вот. Поэтому... И я часто использую образ тяжести. Да, я говорю, что возникает тяжесть. Это вот когда у тебя... Ты чувствуешь, что ты уже вот-вот близок к решению. Да, это тоже физическое ощущение. То есть там прямо голова пухнет, она вспухает. Вот. Ну, понятно, что эти образы все как бы не про настоящее ощущение, не про тактильное ощущение, да, но в тактильных вещах, на мой взгляд, мышление лучше всего ощущается. Крутится, вертится, пухнет, пульсирует и так далее. Прекрасные слова для описания того, что такое мыслящий мозг. Субтитры создавал DimaTorzok